Это программа Жить Здорово. Как всегда, мы сеем разумное, доброе и вечное. И очень надеемся, что наши семена дадут хорошие всходы в ваших сердцах и, конечно, умах. Съели тут соли. Хорошо это или плохо? А что будет, если вы откажетесь от соли вовсе? Учимся жить несолоно хлебавшим. От рассвета до заката. Жизненный цикл женской кожи. Наш разговор про жизнь мы назвали так. Жизненный цикл женской кожи. Что происходит с нашей кожей в процессе жизни? Как она стареет? Где точки старения, на которые можем воздействовать мы с вами, дорогие женщины, а значит, выглядеть лучше? Ведь сколько бы нам не было лет, мы хотим в зеркале видеть хорошее отражение и хотим слышать комплименты. И не хотим быть противны сами себе, так что в зеркало глядеть не хочется. Итак, как развивается и стареет наша кожа? И на каких этапах можем вмешаться вы? Мы и вы, конечно, тоже ждем первого гостя. Я думаю, что к этому возрасту кожа уже становится суше, теряет свой тонус, появляются морщинки. В общем, появляются уже некие проблемы. И что вы предпринимаете, чтобы это остановить? Увлажняющие кремы. Природу не изменишь, но помочь себе мы, конечно же, можем. Вот смотрите, перед вами макет 30-летней прекрасной женщины. Под ней, видите, вот эта кожа, верхний слой и другие слои. И вот внизу, посмотрите, вот это оранжевые, вот эти вот линии красивые. Это коллаген, то есть тот белок эластический, который создает вот это прекрасное натяжение у молодых, у юных совсем девочек, а потом девушек. Батя Ильич, можно я покажу? Вот видите, он прям подпирает нашу кожу. И подпирает, да, и подпирает, как сетка такая мощная. Вот, один за другим. И держит нашу кожу натянутой. Вот эти красненькие вот такие штучечки, перемычечки, да. Это эластин, это еще один белок, который как бы вот в другой плоскости растягивает всю эту конструкцию. Держит наши коллагеновые волки. Держит и дает ей напряжение определенное. Потом вы видите такие звездчатые, красивые, синенькие клеточки. Это фибробласты, это особенные клетки, из которых и формируется, собственно, наша кожа. Все ее остальные клетки. То, ну, родоначальники всех. Вот их много, достаточно много, но уже они начали потихонечку теряться. Коллагена становится поменьше. Не, ну еще пока все хорошо. Еще нормально, да, точно, но... В 30 лет еще все есть. Да, но... Вот в этих слоях изменения. В этих слоях, да. Что происходит в этих слоях? Нарушается отшелушивание, потому что все-таки немножко страдает кровоток. То есть поверхностная сеть капиллярная, она начинает не так интенсивно пропускать кровь. И, соответственно, нарастание роговых клеток, поверхностных, самый поверхностный слоях, омертвевших клеток, он и становится в эти моменты критичным. Поэтому увлажнение, это важно, но не столь. То есть отшелушивание, применение скрабов, химических пилингов, дает эффект неизмеримо больше, улучшает кровоток и освобождает нижние, живые, растущие слои кожи. Это мы отшелушиваем клетки. Смотрите, это мы клетки мертвые отправляем в освоятие. Они не хотят, а мы применяем усилия. Вот так, смотрите, вот так и получается. Я просто хочу добавить, что отшелушивание, которое проводите вы, оно снимает вот эти поверхностные мертвые клетки и заставляет вот эти клетки работать, продуцировать новые клетки. Поэтому в 30 лет ничего важнее отшелушивания для того, чтобы заставить работать кожу, нет. Ничего. Хуже всего утром, потому что утром отечность, пигментные пятна, которые под тональным кремом сейчас находятся, морщинки здесь и так далее. И она становится какой-то серой. Но самое главное, что как-то это можно спрятать, а вот сосуды, которые выступают на лице, я уже спрятать не могу. То есть если убрать тональный крем, то я буду такая, какая есть. Вы хорошая. Давайте посмотрим, что происходит с нашей кожей. Герман Шаевич, вот смотрите, вот она была в 30 лет, вот она стала в 40. Что вы здесь заметили? Ну, что вот этих синих штучек внизу, да, которые находятся, стало меньше. Ну, скажем, еще чего стало меньше. И сам вот этот оранжевый, который эластин, коллаген, он как-то стал более користым. Смотрите, как там подперта кожа, и как тут, там, где дырка образовалась, обвисла морщина. Коллаген ушел, не подпирает уже кожу снизу. То есть, в принципе, что происходит с возрастом? Первое, уменьшается количество эластических волокон. То есть волокон эластина и коллагена, наш кортас, становится реже. Соответственно, кожа начинает провисать. Кроме того, количество клеток, которые продуцируют, фибробластов, которые продуцируют в средних тканях, образуются из них ткани, их уменьшается. И скорость отшелушивания тоже уменьшается. И появляются морщинки и чешуйки, которые меняют и цвет кожи, и создают впечатление морщинистой кожи. Посмотрите, что происходит с возрастом за эти 10 лет. Эта кожа ваша хорошая, вот что с ней происходит. Обвисла, обвалилась. Там, где коллаген пропал, подпорка ушла, кожа обвалилась. Вот что случилось с кожей. Количество чешуйок увеличивается, изменяется цвет. Абсолютно верно. Что делать? Опять же, чтобы отшелушивание? Отшелушивание – обязательная процедура. Пилинг. Она вообще остаться должна с вами до конца дней. Потому что это единственный способ заставить вот эти синие клеточки работать и продуцировать новую кожу. Отшелушивание остаётся 40. Тогда вы не будете видеть серого лица. А что у женщины происходит с возрастом? От рассвета до заката. Жизненный цикл женской кожи. Как уменьшить свой паспортный возраст? Розовый. Вот эти подпорки, этот забор, который держит кожу – это коллаген. Все эти подпорки, эти палочки, связанные эластином, чтобы они жёстко держались. И третья структура в нашей коже – это фибробласты, клетки, из которых растёт новая кожа. В 30 лет всё прекрасно. Единственный совет – отшелушивать кожу. В 40 лет, посмотрите, как изменилась картина. Подпорки нашей кожи уменьшились. Там, где их нет, кожа провалилась, образовались морщины. Коллагена стало меньше, вот этих оранжевых палочек. Эластина, который держит эти палочки, чтобы они стояли, стала меньше. И стало намного меньше клеток фибробластов, которые обновляют нашу кожу. Это жизнь. Меньше коллагена, меньше практически нет. Он не может удерживать уже кожу. Эластин тоже остался чуть-чуть, но он тоже… Нечего ему скреплять, ему нечего поддерживать. А я уж о количестве фибробластов, посмотрите, не говорю. Ведь это же основные клетки, которые должны помогать продуцировать эти волокна. Соответственно, кожа проваливается. Вот из-за этого возникают большие проблемы. И плюс еще, конечно же, возникают нарушения с созреванием этих клеток и отшелушиванием. Что делать, Андрей Петрович? Что делать? Во-первых, надо ухаживать за ней, надо было с самого начала. С 30-ти. Следите за собой. Это правильно, когда женщина не хочет стареть.